В Одессе на проспекте Шевченко были вырублены деревья. Правда, на этот раз речь идет не о неизвестных вандалах, уничтожающих зеленую зону. Здоровые платаны были спилены усилиями одесских коммунальщиков. Зачем это сделали, выясняли наши корреспонденты. В Одессе на проспекте Шевченко, аккуратно против Дворца Спорта, были вырублены несколько здоровых дерева. Причем этот акт вандализма был устроен не неизвестными ненавистниками зеленых насаждений, а вполне себе официально работниками горзелинтреста. Здесь действительно, как раз напротив центральной аллеи парка Шевченко, парка Победы, было спилено 4 плотана, здоровых, взрослых плотана. И, насколько я понимаю, под снос по проекту попадает еще один плотан. Было это сделано по отмашке городского головы. Деревья убили для того, чтобы, так сказать, выровнять проезжую часть проспекта. Вообще, этот проект по выравниванию в голове головы родился еще в 2016 году, после того, как он попал в ДТП. Я попал там в транспортное происшествие, и чудом мы остались живы. Как раз вот именно на этом участке. Когда со стороны города в сторону 10 апреля площади двигался внедорожник, и как раз дождик прошел, я ехал от 10 апреля. Вот теперь место, где в ДТП попал наш голова, будет в честь этого события увековечено путем выравнивания участка дороги. С одной стороны, конечно, ДТП это плохо, но их на самых разных участках у нас случается великое множество. Однако до сих пор никто не срезал парковых аллей и не выравнивал магистрали. Люди гибли под колесами, умирали от падения на их головы карнизов и рекламных щитов, установленных на дорогах усилиями мэрии. Но тоже простые люди. А тут целая голова. То есть, когда Парк Победы вместе с проспектом Шевченко строились в советское время, этим, по мнению головы, занимались идиоты, не могущие просчитать все возможные риски, плюсы и минусы готовящихся объектов. С другой стороны, если голова так заботится о жизнях простых одесситов, почему бы здесь на проспекте не установить ограничители скорости, вместо того, чтобы, наоборот, создавать все условия для будущих гонщиков? А может быть, дело вовсе даже не безопасности горожан, а не в их благе, а в том, что в районе Дворца Спорта сейчас вовсю идут строительные работы. Этот участок проспекта теперь будут переделывать в угоду застройщику для удобства въезда строительной техники. Я не исключаю, что здесь может быть определенной договоренности по поводу организации в дальнейшем разъезда или перекрестка в связи с застройкой территории Дворца Спорта. И здесь, опять же, мне непонятно стремление к выравниванию этого участка, учитывая то, что попадает под снос деревья, и не только деревья, поскольку тут существует клумба, прилегающая, примыкающая к дороге, и ее целостность также будет нарушена. Учитывая это, очевидно, что приоритеты городской мэрии на сегодняшний день не лежат в сфере охраны безопасности граждан и в сфере экологии. Очевидно, что деревья пилятся и официально с получением этих документов, и абсолютно неофициально, в общем-то, преступным путем, бесконтрольно со стороны мэрии. Стоит также отметить, что работами по переделке проспекта Шевченко займутся две дорожных компании. Автомагистраль Юг, которая сейчас занимается взлетно-посадочной полосой аэропорта, и любимый Трухановым Росдорстрой. Так что одесскому бюджету предстоят очередные траты на нужды избранных одесситами одесситов. И очередная потеря зеленой зоны, ведь несколькими платанами здесь дело явно не ограничится.